Все мы любим блинчики, особенно бабушкины, но в современном мире есть множество альтернативных вариантов, из чего мы их можем приготовить. И сегодня у нас будут нутовые блинчики с очень вкусной начинкой. Приступаем. Понадобится 3 яйца, примерно стакан молока. Мне больше нравится сделать сначала основу, а потом ее уже довести до нужной консистенции молоком или водой. Также мы берем нутовую муку. И есть небольшой секрет. Если ваши нутовые блинчики не всегда выходят удачными, происходят заломы или они все крошатся при выпекании, поменяйте муку. Я имею в виду производителя. Тут надо немного поэкспериментировать. Постепенность введения ингредиентов дает нам возможность добиться консистенции теста, текстуры без комочков. Ее удобно замешивать, а также мы видим, чего еще сколько необходимо добавить и потом не переборщить. Не забудем про соль. Все, наше тесто готово. Даем ему немножечко отдохнуть, а тем временем разогреем сковороду до нужной температуры. Тесту достаточно минут 5 постоять, а теперь мы можем приступить к жарке. Блины готовы. Теперь можно приступать к начинке. Для этого нам необходимо взять крупные томаты и нарезать их на мелкий кубик. Также нам потребуется лук. Лук слегка обжарился. Теперь нам надо добавить фасоль красную. Я взяла обыкновенную фасоль, консервированную из банки. Если есть такая возможность, можете замочить дома и отварить заранее. Будет еще вкуснее. Мы будем готовить зеленое масло. Для этого мы возьмем зелень петрушки со стеблями. Загружаем в чашу блендера. Пару долек зубчиков чеснока. Сок лимона. Немного соли. Свежесмолотого черного перца. И у нас будет здесь оливковое масло. И обыкновенное подсолнечное. Наши нутовые блинчики с начинкой из томатов и фасоли готовы. Их можно засервировать свежим салатом и подавать.